Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем цикл видеообзоров «Новые книги специалистам библиотечного дела». И вести его буду я, Арифулина Ирина, главный библиотекарь отдела литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению Российской государственной библиотеки. Тема нашей сегодняшней встречи – библиотеки, экскурс в историю. На этот раз в преддверии Общероссийского дня библиотек мне хотелось бы заглянуть в глубину веков и рассказать как о становлении библиотековедения и библиотечного дела в целом, так и об истории отдельных библиотек. Первая книга, с которой мне хотелось бы вас познакомить, называется «Методология Отечественного библиотековедения. Очерки, истории и теории». Ее автор Евгений Плешкевич, кандидат исторических наук, доктор педагогических наук, доцент кафедры документоведения Российского государственного университета. Книга вышла в Саратове в 2022 году и посвящена основным теоретико-методологическим проблемам Отечественного библиотековедения. В ней представлены основные положения авторской концепции библиотечного дела. Проанализирована, начиная с античности, история становления библиотечного дела как социального института, а также продемонстрированы основные подходы, раскрывающие документальную, коммуникационную и информационную природу библиотечного института. Хотелось бы остановиться на второй главе к методологии изысканий по истории отечественного библиотечного дела, состоянии и перспективы развития. В ней автор рассказывает о формировании истории отечественного библиотечного дела как научной дисциплины, о первых серьезных отечественных историко-библиотечных трудах, а также затрагивает одну из ключевых тем в истории библиотек – историю легендарной библиотеки Ивана Грозного. В шестой главе, которая называется «К методологии предыстории античных библиотек и библиотечного дела как социального института», говорится о древнейших шумерских письменных памятниках, о формировании первых частных книжных собраний и коллекций, о развитии прокнижного дела в Месопотамии и Древнем Египте, о принципе алфавитного письма, а также представлен краткий обзор истории Александрийской библиотеки. В книге также много другого интересного материала. Издание предназначено для научных работников, аспирантов, преподавателей, вузов и сотрудников библиотек. Следующая книга, с которой я хочу вас познакомить – сборник материалов научного семинара «Библиотечная поддержка исследований в сфере социальных и гуманитарных наук», выпуск пятый «Изаимовлияние информационно-библиотечной среды и общественных наук». Издание одобрено ученым советом Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Научные редакторы, заведующий НИО «Библиотека ведения» Сергей Васильевич Шоколов, заместитель директора ИНИОНРАН по библиотечной работе кандидат исторических наук Людмила Васильевна Юрченкова. Книга вышла в издательстве ИНИОНРАН в 2022 году. В ней рассматриваются направления информационно-библиотечной поддержки общественных наук, проблемы использования достижений общественных наук в библиотеке ведения и взаимодействия научных библиотек в инфраструктуре общественных наук. А также анализируются библиотечные фонды как информационные ресурсы, технологии извлечения информации из источников и коммуникационные сети научного сообщества. Хотелось бы обратить ваше внимание на статью Ольги Поповой, которая называется Синологическая библиотека фундаментальной библиотеки ИНИОНРАН «История и современное состояние». Статья посвящена обзору статей о Синологической библиотеке, ее истории в фондах, а также о наиболее значимых изданиях библиографических указателей по Китаю, составленных сотрудниками библиотеки. Библиотека была создана китаеведами и для китаеведов, что явилось определяющим фактором ее становления. Коллекции книг — это собрание книжных раритетов, ксилографов, рукописных, литографированных и современных изданий, имеющих историческое, библиографическое, художественное значение. Трагическим для мировой и российской гуманитарной науки явился январь 2015 года, когда пожар практически уничтожил часть богатейшего книжного фонда, больно ударил по людям, беззаветно преданным своему делу. Для Синологической библиотеки — это потеря значительной части китайского фонда, которая хранилась в Инионран. Время придает забвению имена правителей, но сгоревшие библиотеки с древнейших времен вписаны в аналы истории. Фундаментальная библиотека общественных наук, несмотря на трудности восстановительного периода, продолжает работать. Функционируют также библиотечные подразделения Инионран при академических институтах гуманитарного профиля. В статье Татьяны Майстрович «Документно-информационное пространство Древнего Египта. Теоретическая реконструкция» рассмотрены также важнейшие компоненты как письменного Древнего Египта, система образования, уровень грамотности, формы и виды документов, институты создания и хранения документированной информации. Мы можем узнать, что документы создавались в храмах, канцеляриях, зал писания, палата письма и специализированных учреждениях, называемых Дома жизни. Это комплекс учреждений, где находились библиотеки, архивы, хранились религиозные традиции, записывались научные открытия и технические изобретения, проводились математические и астрономические исследования, вырабатывались каноны для художников и скульпторов. Таким образом, Дома жизни были интеллектуально-духовными центрами, где разрабатывались и сохранялись ритуалы, знания и все то, что составляют основу государственной идеологии. Считалось, что бог Осирис живет теми книгами, которые в них находятся. Понятно, что от сотрудников таких социально значимых учреждений требовались определенные качества. Смотри, ты писец Дома жизни и нет ничего, о чем бы ты был спрошен и не смог бы ответить. Также из этой статьи мы можем узнать, что по своему месту и роли формирование документно-информационного пространства к Домам жизни очень близко примыкали храмы, которые были не только местом проведения религиозных обрядов, но и одновременно школами, университетами, архивами, мастерскими и хранилищами. Сборник адресован библиотечным и информационным работникам, ученым общественных наук, а также тем, кто интересуется междисциплинарными исследованиями на стыке библиотечного дела и библиографии, с гуманитарными и социальными науками, науковедением, информатикой. Следующий сборник, с которым я хочу вас познакомить, книжные собрания региональных библиотек как часть культурного наследия страны. Это материалы 7-й Всероссийской научно-практической конференции, проходившей в Симферополе в 2021 году на базе научной библиотеки Крымского федерального университета имени Вернадского. Среди основных тем оцифровка книг в библиотеках, особенности изучения и описания иностранных редких книг, история создания фондов редких книг в библиотеках, история краеведческое исследование личных библиотек, сформированных на территории Крыма и их реконструкция. Мне бы хотелось остановиться на статье Нины Юркевич «Декабристская библиотека» в фонде научной библиотеки Крымского федерального университета имени Вернадского. Статья посвящена исследованию личного книжного собрания Александра Васильевича Давыдова, потомка декабриста Василия Львовича Давыдова, хранящегося в этой библиотеке. Проведен тематический анализ, выявлены экслибрисы и автографы. Особое внимание уделено каторжной библиотеке Муравьева и Трубецкого, книги из которой побывали с ними на каторге в Сибири и отмеченной визой коменданта Непчинских рудников Липарским. Еще одна статья из этого сборника, с которой мне хотелось бы вас познакомить, называется «Библиотека Винера в фонде научной библиотеки Крымского федерального университета имени Вернадского». В статье рассматривается книжное собрание Бориса Ивановича Винера, ученого-предпринимателя, владельца порохового завода в окрестностях Санкт-Петербурга, и виноградников в Крыму. В книжной коллекции, которая хранится в научной библиотеке имени Вернадского, всего 80 томов, из них 53 автора, причем 71 том на иностранных языках, преобладают французский и немецкий языки. Больше всего книг по экономике, естественным наукам и странновидению, истории, художественной литературе, а также есть книги по литературоведению, языкознанию, философии, педагогике и искусству. Большинство сочинений являются прижизненными изданиями автора. Только одно перечисление тематических разделов библиотеки Винера свидетельствует о широте его интересов и большой эрудиции. Личные библиотеки, как оригинальный и ценный историко-культурный источник, уже давно привлекают внимание исследователей. Не будет большим преувеличением сказать, что из всего вечного окружения человека, закончившего земной путь, личная библиотека является его портретом и отражает неповторимый дух того времени, когда он жил. Библиотеки переживают третью информационную революцию. Как они отвечают на вызов времени сегодня? Как отвечали на него 200 лет назад? Об этом и многом другом вы сможете узнать, прочитав книгу Ирины Галеевой «От книжного шкафа до облака» в поисках идеального хранилища данных, изданных Российской национальной библиотекой в 2022 году. Сегодня фонды ведущих библиотек мира – это в большей степени данные, чем классические книги. На автоматизированный режим перешли основные библиотечные процессы, в том числе каталогизация и комплектование. Онлайн-посещаемость сайтов библиотек, использование их онлайн-ресурсов на порядке выше, чем традиционная книга-выдача. Оцифровка фондов, возможность заказа книг на дом – это тоже реальность. Автор книги в увлекательной и доходчивой форме описывает различные направления библиотечной деятельности, характерные как для прошлого, так и для настоящего. Книга призывает к широкому диалогу между традиционными библиотекарями и IT-специалистами, работающими в области книжного дела в библиотеках. Вот семь фактов, которые вы узнаете, прочитав эту книгу. Что сказал бы Платон о цифровых технологиях? Кому пришла в голову мысль создать каталожную карточку? Почему книги в библиотечных шкафах стоят не по размеру и не по цвету обложки? Какая книга была оцифрована первой и десятой? Почему громкий проект Google Books не оправдал ожиданий? Чем обязана теория управления поэту Томасу Эллиоту? Почему печатная книга до сих пор самая важная и надежная система хранения информации? Как правило, библиотеки не начинались с одной единственной книги. Но даже если случалось и так, то в скором времени фонды разрастались. Книг на полках появлялось все больше и больше. И тогда неизвестному, но прогрессивно мыслящему библиотекарю пришла в голову мысль ввести перепись книг. Любопытно, что принцип записывать в порядке поступления, ну а как еще? О античных и средневековых библиотекарей переняли современные программисты. Пожалуй, одним из первых опытов систематизации библиотечного фонда можно считать предметное разделение книг. Амьенской публичной библиотеки Ришара де Фурневаля. Описывая библиотеку как сад, Фурневаль выделил три грядки. Три основные секции библиотеки. Философия, медицина, юриспруденция и теология. Флориан Трифлер, монах-бенедиктинец, создал инновационную схему расположения библиотечного фонда. Его каталог состоял из пяти частей. Авторского указателя в алфавитном порядке, списка книг в порядке расположения их на полках, предметного указателя с алфавитным ключом к нему и списка книг, не попавших в основную коллекцию. Трифлер стал одним из первых составителей, который предоставил описание книг, доступ к собранию книг не из одного источника, как было прежде, а из нескольких взаимосвязанных каталогов. Шаг за шагом, система за системой, категория за категорией. Библиотечное сообщество создало всем известные классификации УДК и ББК и научилось в конце концов организовывать информацию, хранящуюся в библиотеках. Так что все наши достижения – это привет из прошлого. Задача не забыть его. Это прошлое может стать нашим прекрасным завтра. И в заключении мне хотелось бы предоставить вам изумительное по своей красоте и содержанию научно-популярное издание – книги «Всемирная история библиотек», вышедшее в серии подарочное издание «Миф» в 2022 году. Его авторы Джеймс Кэмпбелл и Уилл Прайс. Книга по истории архитектуры немыслима без иллюстраций. Уилл Прайс согласился сделать для проекта все фотографии, и в итоге получилось 299 иллюстраций. Вместе Джеймс и Уилл посетили 21 страну и 82 библиотеки. Материал дается в хронологическом порядке – от библиотек в древнем мире до современности. Книга содержит 8 глав. Утраченные истоки, монастыри, кодексы и сундуки, шкафы, цепи и кабинки, стены, купола и ниши, ангелы, фрески, потайные двери, железные стеллажи, газовое освещение и картотеки, электричество, бетон и сталь. И последняя 8 глава – будущее библиотек в эпоху электроники. Библиотеки – не просто место, где хранятся книги. Библиотечные здания становились символами культуры для отдельных людей, для учреждений или даже для целых народов. В этой книге впервые рассказывается полная история их развития от библиотек древних месопотамий до утраченных библиотек классической цивилизации, средневековых монастырских библиотек, роскошных библиотек в стиле рококо и монументальных библиотек современности. Эта книга показывает, что эволюция их архитектуры отображает меняющиеся отношения человечества к письменному слову, и что библиотеки всегда и везде считались не пыльными хранилищами документов, а символами культуры и цивилизации. Остановлюсь лишь на некоторых из них. Библиотека Цельса, 135 год нашей эры, Эфес, Турция. Одна из наиболее хорошо сохранившихся библиотек древнего мира. Ее идентифицировали по надписям, что случается редко. Впечатляющий фасад реконструкция 20 века. Лишь часть ее создана из камней, найденных на этом месте. Оригинальное строение было разрушено землетрясениями. Позже ее разобрали на строительные материалы. Библиотека Цельса состоит из большой комнаты 10 на 16 метров. В стенах есть ниши. Фасад украшает статуя Софии, символизирующей мудрость. Сам Цельс похоронен в могиле позади нее, а библиотека стала ему одновременно надгромным памятником и гробницей. Книжные кабинки. Около 1400 года. Глостерский собор, Великобритания. Крытые галереи клоатров, внутренних дворов, окруженных стенами. В средневековых монастырях часто использовались как библиотеки. В большинстве случаев скамьи и столы просто расставлялись по имеющемуся пространству. Условия северного климата, по-видимому, способствовали появлению окон и деревянных перегородок для создания импровизированных кабинок. В Глостерском соборе монахи построили 20 каменных ниш, каждую со своим окном. Помещение служило библиотекой и скрипторией. Библиотека аббатства Адмунд. 1776 год. Адмунд, Австрия. Благодаря 13-метровой ширине и ошеломляющей 72-метровой длине помещение стало одним из самых длинных монастырских библиотек в мире. Книги из оригинальной коллекции были обернуты в очень дорогие переплеты белого цвета, чтобы они соответствовали общей декоративной концепции. Галереи не сплошные, в центральном куполе их нет. Лестницы к ним скрыты за хитроумными потайными дверями. Библиотека Святой Женевьевы, 1850 год, Париж, Франция. Эта библиотека со знаменитой железной крышей и ступенчатыми галереями, которым ведут железные лестницы по углам была спроектирована Анри Лабрустом. Читатели отделяют от книжных шкафов изгороди и попасть к шкафам ровно как и на галерее могут только библиотекари. Они приносят книги. Пространство под галереями образуют коридоры, которые освещают из маленьких окон по переднему фасаду и увешаны полками для хранения книг. Библиотека Ли Юань, 2012 год, Китай. Библиотека расположена в горах в двух часах езды к северу от Пекина и спроектирована китайским архитектором Ли Сяудуном. Библиотека Ли Юань идеально вписывается в окружающий пейзаж. Ее загадочный внешний вид ничем не выдает прохожим, гуляющим по холмам, что внутри спрятаны книги. В библиотеку можно попасть с мостка, пересекающего пруд, или с дорожки на другой стороне. Отделка экстерьера из простого хвороста, зажатого между ржавыми стальными рельсами. Контрастирует с тщательно отшлифованным деревом интерьера, полностью состоящего из книжных полок, служащих одновременно полом, лестницей, сидениями и столами. В углу камин – место для отдыха и чтения. Оригинальность библиотеки Ли Юань напоминает нам об уникальных талантах дизайнеров и художников в области архитектуры, о силе воображения. В конце концов, библиотека – это место, где живет воображение, а воображение – это форма игры, это игра ума. Данная книга в увлекательной форме расскажет об истории библиотек и библиотечной архитектуре всем, кто любит книги и великолепные интерьеры, предназначенные для их хранения. На этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Мы приглашаем вас в отдел литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению Российской государственной библиотеки, расположенной по адресу улица Воздвиженка, дом 1, вход с улицы Маховая. С вами была я, Ирина Арифулина, главный библиотекарь ОБЛ. До новых встреч!